Добрый вечер всем! У нас Red Bull Battlegrounds и у нас начинается матч по нижней сетке. Клауда и Альянсы встречаются у нас в первом раунде нижней сетки. Победитель данной пары выйдет у нас на команду Ниндзи в пижамах. И там будет в финале Лузуров с ней встречаться. А проигравший данной пары отправляется у нас заранее к чертовой бабушке из данного турнира. Ну что, Альянс уже пикнули себе снайпера, тренд протектора Леона и Джакира. Со стороны команды Cloud9, Тролль Варлорд, Феникс, Энигма и Рубик. Ну, в принципе, у Клаудов пик, по-моему, вообще очень хороший. Очень-очень прям хороший. Еще одного керри какого-то классного туда вставить. Мид керри желательно. Такого, который имеет потенциал на дэмэдж не только от Раскаста, но еще и дэмэдж с руки. И будет вообще великолепно. Почему, собственно, необходим дэмэдж с руки? Потому что здесь Рубик имеет, в принципе, какую-то форму контроля некую за счет телекинеза. Есть Энигма с Малифейсом. И можно бежать и бить рукой тоже. Потому что задувать-то ультами, допустим, Квапа могла бы, но нон-стоп там не позадуваешь. Ну, Квапа в любом случае для Клаудов нормальный вариант здесь. Рассказ можно делать с ней без вопросов. Ждем-смотрим. Как написали, у нас забанили Зевса, короче. Темплар Ассасин у нас на мидлейн для команды Клауд Найн. Вот кто будет здесь в Блэк Холле у нас смесить. Тоже неплохо. Удачную позицию, если Темпларка у нас выберет, а играть на ней будет Фата. Фата умеет у нас удачные позиции выбирать. То, конечно, команда Альянс может и не пережить все. С другой стороны, у Альянс есть Тренд Протектор, который сам по себе не даст просто так Энигме провязать у нас Блэк Холлы. Где-то там подстопит за счет Овергроллс и... и все. И конец, и пиши ГГ. У Альянс последний пик. Два саппорта есть, даже три саппорта есть. Если Джакира, правда, у нас не будет фармить. Что тоже, в принципе, имеет смысл. Снайпер, скорее всего, отправится на мид, но Джакира, выходит, придется фармить. Хотя или он иногда у нас отыгрывал роль Керри. Выходил фаст Аганим, и это было больно для команды соперника. Посмотрим, как сейчас. В любом случае, еще один... Наверное, Керри все-таки нужен команде Альянс. Забанили Нагу Сайрен. Клауда последним баном. Ну и Джаггер для команды Альянс. Самое страшное в современной мете, что все герои, которые уже давным-давно осточертели всем, всех не перебанишь. То есть, банов-то всего 10, а героев, повторяющихся штук, 20. И всех забанить просто-напросто невозможно. Я извиняюсь немножко касательно своего голоса, но, видимо, болезнь где-то подбирается. Поэтому, если где-то там услышите кашель какой-то, не пугайтесь, это я. Ну что, со стороны команды Альянс. Пайкат забирает себе Снайпера. Факин Мэтт будет играть на Трэнд Протекторе. Леон будет на Аке. Джекера для Никвы отходит. И Лода забирает себе Джаггернаута. Со стороны команды Клауд Найн. Этернал Энви будет играть на Тролль Варлорде. Энигма будет для Ноутейла. Мизери будет играть на Рубике. Темплар Ассасин для Фаты. И Феникс для Бон Севена. Ну все, разобрали своих героев. Рубик у нас в супер серьезном капюшоне. Мизери у нас в прошлой игре играл на Миране. И вообще ничего не получилось на Миране. Команда Клауд Найн у нас проиграла. Вот, собственно, поэтому они в Лузерах. Еще и в самом худшем из дивизионов. Первый матч свой слили. Теперь здесь хотя бы за выход в финал Лузеров будут сражаться. Ну, короче говоря, у нас вообще 4 команды. Поэтому здесь все очень быстро решается. Такой вот квалификация однодневка. Сегодня начали, сегодня же и закончим. Вчера, если кто пропустил, у нас была точно такая же однодневная квалификация в локации СНГ. ХР у нас с Na'Vi в гранд-финале сражались. Ну и ХР в итоге выиграли у Na'Vi. Со счетом 2-1 отправляется на лан-финал. Здесь Сикреты имеют все, в принципе, перспективы. Чтобы выйти на лан-финал, пока что они без поражений идут. Выиграли первый матч, выиграли финал Винаров и теперь ждут в гранд-финале своего оппонента. Ну, до гранд-финала командам, которые здесь, надо еще одержать 2 победы. Обыграть кого-то сейчас, либо Альянсом, либо Клаудам, а потом еще и наказать Нипов. Если они опять же хотят выходить в гранд-финал. Субтитры создавал DimaTorzok Далековато. Зашел у нас Никва. Никва скорее... да, Никва у нас забирает Джекира. И Джекира будет фармить на сложный. Пайкат будет стоять на мидлейне на снайпере. Факин Мэтт саппорт это само собой. Лода будет фармить в легкой линии. И помогать ему будет Аки на Леоне. Ну а... Факин Мэтт на тренд протекторе это палочка-выручалочка. Во-первых, потому что он палочка. Во-вторых, потому что он выручает. Кстати, Ливинг Армор вещь очень-очень полезная. Фата на лоу хп. Семечку Фату и Фата здесь должен оставаться. Еще один удар. В итоге Факин Мэтт забирает ферстблат. Мидер команды Клауд Найн со старта сливает катку. Все задокументируйте данный момент. Крипы только-только подошли на лайн. А Фаты на лайне уже нет. Фата пешком у нас бежит быстрее на мидлейн. И Пайкат его здесь уже будет второго и даже почти третьего левела встречать. Одну, а может даже и полторы пачки крипов. Нет, одну все-таки пачку крипов у нас пропустит Фата. Поэтому Пайкату тут нон-стоп надо постоянно динаить своих крипов, пока Фата не подошел. В итоге будет преимущество в один левел. Это очень круто. Также у Пайката, конечно, и по фарму будет преимущество над Фатой. Как по мне, у Пайката и в руках преимущество есть над Фатой. Ну что, Пайкат уже начинает поливать Фату. И что, нон-стоп будет дэмэдж здесь по Фате литься. Бедная Темплар Ассасин. Не купила со старта Боттл, а... Судя по тому, как Пайкат сильно наседает на Темпларку, Боттл понадобится очень и очень скоро. И постоянно будет необходим у нас Фате. Пайкат еще и фармит, как не в себя. 6-4 счет на данный момент. У Фаты пока что 1-1. На нижнем лине поймали Факин Мэда. И хотя кого еще поймали? Этернал Энви у нас под семечкой бежит. Джакира через Ликвид Файер подстопил немножко Этернал Энви. Должен отсюда уходить. Мейн керри команды Клауд Найн. Правда, уходит на 130 хп. Вынужден юзать Боттл и отпиваться. Не Боттл, а Хилинг Селф. У Байката 9 на 4. У Фаты в это время 4 на 1. Дальше погоня за Фатой. Бедняга, Темплар Ассасин. Терпеть, терпеть, еще раз терпеть. Ничего вообще мидеру Клауд Найн больше не остается. Ну и Бон Севена здесь потихоньку загоняют. Правда, 4-х крипов Бон Севен здесь настрелял. Лода дальше за Бон Севеном. Есть и Карус Дайв у Бон Севена. Надо просто успеть убежать. Улетает у нас Бон Севен и опять же на лоу хп. Никва без Айспеса. Факин Мэда цепляют через телекинез. Назад возвращает его Мизери. И может здесь умереть Факин Мэд. В итоге забирают, кстати, здесь тренд протекторы, но фраг никому... А нет, фраг Рубику достался. Мизери забирает первый фраг. Я подумал, что от крипов у нас умер Факин Мэд. Отсчет становится 1-1. Фата на лоу хп. На Мид Лейне Пайкат тоже должен у Таура здесь погибать. Темплар Ассасин первый свои честные деньги зарабатывает. Под Тауром вытащил на себя Пайката. Заработал немного хотя бы денег Фата. У него есть сейчас уже на Боттл, но придется бежать пешком. Нет, приобретают за... Темплар Ассасин покупают... Таун Портал. И теперь Фата с Ботлом, с Рейс Бендом. Ну и ждем хотя бы какой-то Тапок. Потому что Пайкат-то уже здесь с Тапком. Сейчас еще и Фазы скоро прилетят Пайкату. И у Фата не всегда под Шрапнелли будет получаться уйти от мидера команды Альянс. У Этернал Энви 14 на 4. Ноутейл в лесу идет первый 17 на 1. Пока что у Ноутейла есть Солринг и больше ничего. У Лоды на Джаггернауте 17 на 6. Ну и по Нетворсу на первом месте у нас Пайкат. У Снайпера 1 килл есть, 1 смерть и 13 на 7. Опять за Фатой. И Шрапнелль под ноги, сразу же слетает Рефракшн. Пайкат просто здесь не щадит вообще мидера команды Клауд Найн. И Бон Севен, как ни переключусь, постоянно на лоу ХП. Вообще Альянс по фарму должны опережать своих оппонентов. Все-таки Пайкат здесь вместе с Лодой перефармили всех на карте. Мизери смещается на мидлейн. Рубик и Энигма надо попробовать забрать Снайпера. Вытащить его на хайграунд, через телекинез поднять и хоть как-то подсейвить у нас своего мидлейнера. Пока что слишком нагло играет Снайпер. И никто ему не мешает. Дело в том, что Темплар Ассасин сейчас не боец. Пятый левел есть у Темпларки, есть Боттл. Но Пайкат моментально сбивает Рефракшн, а драться дальше просто-напросто невозможно. Опять же, фейсбутцы прилетели для Пайката. Это значит, что продолжается веселье для Темпларки. У Никвы появляется АСП с первого левела. Ликвид Файр в 2 в каче. Ну и Дуал Брест тоже имеется. Первого левела для Никвы. Офлейнера команды Альянс. Ну, Ноутейл никуда у нас не девается из леса. Это, в принципе, его работа сейчас выфармливать лес. Набирать себе левел, набирать артефакты, а потом выходить и помогать своей команде. На Тоуна Энигма. Ну и Ноутейл я не думаю, что будет показываться. Кстати, у него у первого на карте появляется ульт. Блэкхолл уже готов. В принципе, у остальных, я так понимаю, шестого даже нет. Не то, что не вкачали, а просто шестой никто не насобирал. Этернал Энви только-только получает шестой левел. Баттл Транс для Тролля уже имеется. Со стороны команды Альянс. У Снайпера есть шестой. Больше, в принципе, ни у кого ничего такого и близко не наблюдается. Ну и видите, по экспириенсу Клауды выигрывают 750, по голде в ноль идут команды. Снайпер приседает у нас по ХП. Мизери удачно вышел вместе с Бон Севеном. Забрали Снайпера на миде. Фраг забирает Темплар Ассасин. Это отличный плюс, кстати, для ФАТ. И ФАТа у нас по фарму опережает Снайпера теперь на 500. Как так получилось? Вообще непонятно. Я думаю, что Альянс в шоке немножко. Ну а Темплар Ассасин я бы больше поставил в итоге. По сравнению со Снайпером, как появится у Темпларки тот же Даггер. Там Снайпер-бедняжка будет терпеть, но он стоп. Пайкат уже сюда прилетает разбираться с крипами и понять, что все-таки произошло. 3-2 счет по золоту Клаудавы и выходят вперед на 600. И по Экспириенсу на 1100 Клауднайн тоже впереди. Дальше за Альянс. За мидером команды Альянс. ФАТа под Шрапнелем бьют ФАТу. Здесь Ливен Кармор есть на ФАТе, но и ФАТа должен умирать. Ульта по нему очень быстро развалили. Лода зря сюда пришел, просто посмотрел на труп мидера команды Клауднайн. Факин Мэтт на лоу ХП по чужому лесу гуляет. Никва пока что не умирал. Никва и не фармил-то, в принципе, толком. На 8-й минуте 24 на 3. Это плохой крипстат. Плохой-плохой Никва. У Никва есть транквилы уже и, в принципе, все. Честно говоря, не очень понятен данный Джакира мне, но, может, попозже станет ясно. Факин Мэтт уходит в инвиз. Ноутейл. Никуда просто провязал у нас Блэк Холл. Только что в это время забирают на топ-лейне Бон Севена. Лода через Омни Слэш. Забрал у флейнера команды Клауднайн. Счет становится 4-3. Факин Мэтт отправляется на базу. Никва остается фармить. Ну, собственно, пик Керри Джакира. Это понятно. Зачем, для чего? Офлейн. В данном случае Джакира. Это для Макшинного Ликвидфайра. И это для быстрого пуша от команды Альянс. Так, в принципе, для пуша больше никого и нет. Ну, нормальная единица. В принципе, Джакира, если выформит хотя бы какие-то артефакты, тот же Юл. В основном это будет минус 1 уже от Клаудов. Для Клаудов, точнее. Факин Мэтт. В спину Мизери. Мизери по Т1. Уфата в это время на мидлейне. У него уже есть фейсбуцы, есть ринков Аквилла. Готовится Темпларка выйти в даггер. По золоту у Фаты все хорошо. Он и Творсу, он опережает Пайката. Совсем ненамного. Хотя на 500-то че ненамного. Нормально опережает Пайката. Факин Мэтт готовится выйти здесь на Нотейла. Смоу провязали и понимают, что где-то кто-то рядом есть. Нотейл без смока фактически. А вот Идолуны под смоком. Но Биг Дэди должен понимать, что что-то тут не ладно. Где-то бегает шпион. Ульта от Бон Севена. Аки отсюда убегает, но должны ловить его. Хотя, в принципе, и Карус Дайв у нас есть для Бон Севена. Быстрее в кусты и улетать отсюда. В это время Пайкат забирает у нас тролль Варлорда. И Пайкат тоже, кстати, умирает. Это все было на мидлейне. Почему тролль здесь оказался непонятно. Но, видимо, вместе с Фатой вышли немножко погулять и забрать снайпера. Снайпера забрали, правда, потеряли мейнкерри команды Клауд Найн. По золоту все это было в плюс Клаудов. Вообще, Аллайнс... Аллайнс выигрывает 250 по голде. По экспириенсу 400 тоже в пользу шведского коллектива. Аки, восьмого левела. Ничего так Леон постоял. Десятая минута, восьмой левел для Леона. Что там для Лоды? У Лоды тоже восьмой с копейками. У Мизери шестой. У Энигмы только-только восьмой. У Бон Севена шестой. У Фаты девятый. Ну и... Восьмой левел для Пайката. Ой, вообще просто голос в никуда отправляется. То ли это болезнь, то ли простуда, то ли... Злопыхатели накаркали. Постоянно прорывает меня на кашель. Вроде уже и вода есть, и какой-то подсейв для горла, подхил. Все это есть, но все это пока не работает. Слишком бёрст дэмэдж серьезный наносится мне по голосу. В это время команда Клауд Найн заходит на Рошана. Ну и топчется на нижнем лайне у нас Альянс. Никва по-прежнему бесполезен. Ничего хорошего от Никвы команда Альянс не получила. Что, загоняют здесь Мизери? Втроем пришли, но у Ноутейл уже недалеко. В принципе, еще один подсейв прилетает сюда Феникс. Но раскастовать можно. Если в Блэк Холл попадут, там, в принципе, развалятся все. Ноутейл, Эдалонов провязал. Против Триплы здесь можно сражаться. Тут Трипла из двух саппортов и еще одного саппорта, который прикинул Сакерри. Бон Севен продамажил немножко у нас кого-то. Внизу за Фатой пошла погоня. Фату будет ловить Пайкат. Ну и здесь, опять же, элементарно через Макропиру забрали Фату. Фата теряет Аегис. В принципе, небольшая потеря. Фату в любом случае забрать дальше нечем. Ульты провязали. И все, что было необходимо, тоже провязали игроки команды Альянс. В итоге, просто разменяли Аегис на пустоту Клауда. Ну и готовы выйти, как я понимаю, на Т1 по низу. В чем польза здесь Никва непонятно. Но как появится Юл, я думаю, ситуация прояснится. Рубик забирает Инвиз здесь. Рубик забирает Инвиз здесь. Точнее, подвражески Т1. Забирает здесь тролль Варлорда. Лоду не отпускает. ТП сделать Лода не смог. Finger of Death от... А нет, смог. Да, это Аки у нас. Finger of Death дал и отправился не пойми куда. Нет, Finger of Death дал у нас Мизери. Все, я с этим горлом просто запарился уже. Это у нас Аки отправился в таверну. Теперь только-только появился. И Finger of Death провязал Рубик от Мизери. Дальше пошли за Пайкатом. Мизери крадет шрапнель под ноги Пайкату. Как тебе такое? И Пайкат ничего, бежит. Еще одна шрапнель от Мизери. Маны, правда, у Мизери уже практически нет. Фату подкоп. На него Overgrowth. Умирает здесь Мизери. И Фату будут гнать дальше. Снайпер в итоге забирает одного игрока на мидлейне. У Пайката дела, в общем-то, неплохо идут по фарму. Он уже близко-близко у нас к Фате. 600 разница по голде. На 15-й минуте это не так уж и много. Лода по-прежнему держит первенство по Нетворсу. 11-й левел, второй у меня слэш. Мом есть. Пауэр Трэдс. И базилка для керри команды Alliance. Никвус старается загнать здесь под Т1. И, наверное, получится. Фата просто с руки распиливает керри Джакира. Что за польза от керри Джакира, пока не ясно. Возможно, позже станет ясно. Фата разваливает еще и снайпера здесь. Да, теряют Феникса, но... Экспу команда Alliance не получает. Лода возвращает назад. Лода есть у меня слэш. Он просто через Блэйд Фьюри бежать отсюда. У Ноутейла есть Блэк Холл. Просто надо подойти к нему. В команде Alliance они все, в принципе, поймут сами. Темплар Ассасин уже имеет Яшу. Есть у Фаты 2-100 на руках. Сейчас появится, я думаю, Сэнджин Яша для Фаты. А может, и Манта Стайл. Но тут даггер будет не лишним, в принципе, для Фаты. Потом уже с Яшей пусть разбирается. Мидер команды Cloud9. Этернал Энви. С фейсбутцами, с Мордип Маск, Ринго Факвила. Больше пока ничего. Для Темпларки тоже ничего не появляется. Ну, возможно, Фата пойдет сразу в Дезолятор. Но если дадут фармить Темплар Ассасин, если дадут убивать Темпларки, то почему бы и не пойти в Дезоль? Вообще, можно снайпера за человека не считать и просто разваливать с двух-трех ударов. Лода на Фату. Получил один удар с Мэлдай и быстрее Килингвард отхиливаться. Овергроуз по Ноутейлу. Блэк Холл у нас Энигма не юзает. Если байбэк. Но у Нигмы есть байбэк. Так вернись, Энигма. Нет, не байбэкается. У нас Ноутейл. Решили без него драться. Фата без маны. Хотя есть бот, можно и отпиться. Ну и что? Разобрали тренд протектора. Игроки команды Клауд Найн и потеряли в свою очередь Энигму. Джаггер у нас куда вообще? Что это? Через Омнислэш Джаггер у нас... Ой, Рубик точнее у нас полетал. И выживает в данной ситуации Мизери. Хотя и на лоу ХП. Феникс Сан здесь от команды Клауд Найн. За Никвой. Сейчас посмотрим, как там Керри Никвой себя чувствует. Два удара надо Никвой, чтобы умереть от Фаты. 3600 на руках у Фаты. Фата дальше погнал на Спайката. Темплар Ассасин сейчас уже может себе приобретать что-то. Появляется Манта Стайл для Фаты. Ну и избавляться от Овергроустрен Протектора Вавах. Ну и спасаться от Джаггернаута, опять же, который умнислэшит у нас непосредственно в Темплар Ассасин. Наконец-то на 18-й минуте у Джекера появляется Юл. Никва не реализован. И с этим ничего не поделаешь. Он умирает дважды сейчас от Темплар Ассасин. И это говорит о том, что не боец у нас Джекера в каком-то клоус-файте. Близко подходить нельзя. Джекера надо где-то издалека класть эту Макропиру на пол. И тот же Айспес и поднимать ветран. Главное не попадать под раскаст команды Клауд Найн. Под молотки от Тролл Варлорда, под Мелтул Темплар Ассасин, еще и Рефракшн. Ну, короче говоря, Никва очень дохлый, и он это прекрасно понимает. Команда Лайн сдавит у нас на Мид Лейн, но как-то невнятно совершенно. К Тауру не подходят. Крипы, которые подходят к Тауру, просто достаются у нас той Энигме, то Мизери на Рубике. Тролл Варлорд провязал у нас ульты. Это все, чтобы фармить крипов. Для этого ульт троллю и нужен. У снайпера появляется Мом, есть также Сэндж для Пайката, скоро появится Сэнджин Яша. Пока что денег недостаточно, но я думаю, что это вопрос двух-трех минут. Факин Меда, только Сол Ринг из артефактов, которые хоть что-то дают. Ну и Транквил Буци, пассивный ХП Реген. У Бон Севена есть Хэнд оф Мидас. Бон Севен, благодаря этому Хэнд оф Мидасу, рано или поздно должен выйти в Аганим. Такой план. Если оффлейнер покупает Мидас, значит он выходит в Аганим. Или оффлейнер, или саппорт. Короче говоря, тот, кто не фармит. Войд Стоун приобретает себе Бон Севен. Тоже, скорее всего, будет появляться Юл для него. Ну а больше, кроме Бон Севена, и некому Юл собирать. Это я спутал команды. Это у нас с Джекиром в Юл уже вышел. У Джиггерраунда 2.200 на руках. Кстати, лодов Сэншин Яша должен уже себе нести. Или, может, Манта Стайл все-таки будет для лоды. Ну, непонятно. Манта Стайл тоже будет не лишним. В принципе, ХП дает. И дополнительный дэмэдж необходимый будет для Джаггера за счет иллюзий. Ну, в принципе, и от Темпларки бежать уже полегче. И плюс иллюзий хорошо сбивает рефракшн. Да, скорее всего, никаких Сэншин Яшей от лоды мы здесь не увидим. Хотя любит лода данный артефакт. Об этом, в принципе, это ни для кого не секрет. На ком угодно вообще собирал. Даже на гирокоптере. Кстати, гирокоптера давным-давно у нас не было в мете. Когда уже появится этот парень? Когда появятся рапиры на гирокоптере? Когда будет минус 5 за один райт-клик? Ну, тухляк пикают команды. Надоевшими всем героями играют. Продолжают выигрывать, правда. Но, тем не менее, разнообразие ноль вообще в современной доте. Так и жду я, когда придут очередные новые коллективы какие-то и внесут совершенно новый вид современной доте. А то уже как-то матч от матча практически не отличается. На нижний лайн отправляется у нас Никва. Сейчас Бидун откликает на себя Никва. Айс Пэс у нас по троллю. Подкоп пошел Атаке. Фингер оф Дэс будет ли проюзан Атаке? Можно, в принципе, уже сейчас юзать. Но и так с руки расковыряли. Макрайбера под ноги. Фата в это время андстапа была. Сам умирает на мидлейне. Джаггер проюзал. Умни слэш. Забрали Джаггера. Забрали Фату. Ну, 2 в 2 разменялись. По итогу Fight Alliance в плюсе. У Никвы, кстати, появляется Ставфа Физердри. Я думаю, Джаггера готовится выйти в Форс Ставф. Да, есть рецепт на Форс Ставф. Никве совсем немножко осталось до Ринко Фриге. У Рубика почти готов Даггер. Кто это у нас такой горячий? Это Курьер у нас супергорячий. Крутая горячая золотая лисица от команды Cloud9. Пока что наиболее интересное, что Cloud9 в данном матче предоставили. Ноутейл до сих пор без серьезных Блэкхоллов. Как ни крути, Ноутейл экшен не организовывает. Он все время умирает, когда надо давать Блэкхоллы. И дает Блэкхоллы, когда самое время умирать. В всей команде. Совсем немножко остается до Даггера. Но дали бы нафармить у нас Биг Дэдди данный артефакт. В принципе, он важен. И если сейчас Энигма умрет, то до сих пор Блэкхоллов и врывов нормальных не будет. Ну что, готовы... Готовы Альянс, я так понимаю, файтятся у нас за Роху. Имеют представление, где находятся их соперники. Или не имеют. Роха падает. Нет, Альянс даже вообще ни сном, ни духом. У Энигмы 2400 на руках. БКБ, что ли, будет покупать Биг Дэдди против... Да против всех вообще. Или все-таки Даггер появится на Энигме. Ну, вроде да, вроде бежит в Секрет Шоп, поэтому, скорее всего, Даггер уже сейчас появится на Энигме. Ноутейл готов радовать Блэкхоллами. Пора уже. Все-таки 24 минуты, пора хотя бы один... Нормальный ульт кастануть за весь матч. Мизери встал в кусты, готовится у кого-то что-то красть. У Мизери тоже есть Даггер. Никва просто в панике отсюда бежит Биг Дэдди. Блэкхолл, в принципе, и давать нет смысла. Забрали Никву. Ну, классный Керри Джакира. Очень классный. Полезный до ужаса. Два килла сделал, три смерти, ноль ассистов. Собрал себе Форстаф, ЕУ. Просто великолепно. По фарму он на шестом месте. При этом линию занимал. Сделать ничего не может. Убегать тоже, в принципе, вариантов немного. Тут один Форстаф. Но, опять же, при наличии Даггеров, что толку от Форстафа. Рубик легко догоняет у нас Никву. Легко догоняет у нас Никву тот же Биг Дэдди. Да, это действительно фейл от команды Альянс. Они уже, наверное, об этом догадываются сами. По золоту. Клауд Найн выигрывает пять тысяч. По экспе Клауда пять с половиной. По фрагам счет равный. На кого тут поставить, в принципе, не могу даже сказать, кто выиграет. По фрагам счет равный. Да, Клауда немножко впереди по Галде и по экспириенсу. Но, с другой стороны, есть Джаггернаут, который перевернет эту игру в любом случае. Если дадут ему возможности, Снайпер, который тоже нафармил неплохо. Байкат тоже расстрелять мастер. Байкат у нас занимает третью позицию по фарму. На втором месте у нас Джаггернаут. Это два игрока команды Альянс. Да, на первом фата по фарму он всех обогнал. У него 13 тысяч. Но одна темпларка против Джаггера, и Снайпера не справится. А, больше керри. Тролль Варлорд у нас больше керри. Но Тролль Варлорд на четвертой позиции. Короче говоря, если мейн керри 2 на 2 будут драться, то, конечно, больше шансов у Клаудов. Не стоит забывать, что здесь есть Блэк Холл. И, опять же, все, что крутое есть у команды Альянс, рано или поздно появится для Мизери на рубике. Зацепили Фату. Фату будут стараться убить. Фата уходит в НВС. Айгис не теряет. Стоит под Шрапнелью. Выхиливают здесь Фату. И пошли драться. Убегает отсюда Лода. Просто Илью здесь свои отправил. Ну что, должны давить команда Клауд Найн по топлейну. Раз собрались пятером, здесь надо драться на топлейне. Появляется второй алтимейт орп у нас для Фаты. Выходит в Шиву. Ой, в Шиву. В Айо в Скаде. В Темпларк уже есть 1300 и всего лишь 250 надо заработать Фаде. И будет готов в Скаде. Так, Фата очень круто. Фармит 14000 на 26-й минуте. Все великолепно. Курьер уже полетел в Секрет Шоп. Курьере уже летит алтимейт орп. Ну и денег у Темпларки достаточно. Для Рубика появляется Гем. Сейчас начнется Девардинг. И команда Клауд Найн будет давить географически. Реализовывает свое преимущество по Нетворсу и по Экспириенсу. Этернал Энви не обращает внимания на иллюзию Джаггернаута. Съедает Тауэр на топе. Из внешних Тауэров только на мидлейне и внизу осталось. Для команды Альянс. Съедает Тауэр на топе. Болон Тролль Варлорда, кстати, уже есть Манта Стайл И после Манта Стайла После Манта Стайла ничего хорошего его не ждет Тут Лода очень сильно вгрызся в Этернал Энви В итоге, кстати, Этернал Энви и Манта Стайл и спас Если бы не данный артефакт То съели бы Этернал Энви, даже не посмотрели бы на него Лода в итоге в никуда Отправил Омни Слэш, просто отогнал И немножко времени отнял У Этернал Энви для фарма В Темпларке уже есть в Скаде Еще и 1100 1250 даже для Темплар Ассасин Сверху По фарму Клауда выигрывают 6000 По экспириенсу 7500 Тоже в их пользу Ждем экшена Экшен до сих пор у нас неорганизованный Какой-то, что от одного коллектива Что от другого У Энигмы есть Блэк Холл Блэк Холл так и не был нормально проюзан Биг Дэдди по-прежнему нас ждет, терпит И надеемся, что в скором времени появится Блэк Холл В принципе, в принципе, в принципе всего предостаточно Ну, понимаете, да, что не максится Блэк Холл На собственной половине Причем спокойно засиделись Как будто Никто на них не будет выходить Полетел Феникс Откуда у Феникса такой мувспид дикий? А, Юл и Транквилы Вот откуда Пайката у нас Поднимают в телекинез И просто вообще стерли Порошок моментально Мидера команды Альянс 16, почти 16 тысяч Для Темплар Ассасин 12 с половиной Для Джаггернаута Есть, конечно, вероятность Что Клауда так и не отпустят у нас Альянсов Если Т2 сейчас будет падать На мидлейне А потом еще и на нижнем лайне То Толку от Альянс И от их фарма В принципе, будет никакого Хотя Альянс у нас По нижнему лайну Подходят к хай-граунду Команды Клауд Найн Будут заставлять назад Бежать Клаудов Если Клауда Сами не попрут У нас на Т3 Но здесь Никва Сам не спилит Вообще никаким образом У нас в сторону Ликвид Файр Не так сильно дамажит Как 5 игроков Ну что, развернулись Клауда Побежали драться Против команды Альянс Зачем, правда, непонятно Они бы намного быстрее Снесли одну из сторон А с другой стороны Зачем вообще отдавать Сторону команде Альянс Просто так Разменять Лайн на лайн Причем боковой лайн На мидлейн Это, конечно, не в пользу Клаудов было бы Тем более Опять же Не по шансам Альянс сейчас Просто так Подойти и забрать Сторону Команды Клауд Найн Если все будут на хай-граунде А если Клауда попрут И на хай-граунде Будут Альянсы То у Клаудов Все шансы есть Развалить Сначала Альянс Потом развалить и сторону Одну или даже две Фата под хостой Побежал здесь за Аки Под рефракшеном Под хостой Еще половина действия Хосты будет Аки Здесь Блинкаут И быстрее бежать Не успевает Фата Если бы Один удар С Мелда Дал И потом еще один Влупила бы Темплар Ассасин Я думаю, что Развалился бы в итоге У нас Леон Трэнд Тактика и катки Не выигрывается С другой стороны У Альянс Есть два козыря В рукаве Это снайпер Которому вообще Крофизнесу Надо выформить Что-то очень важное В данном случае МКБ Ну и Джаггернаут Которому нужен Башер Которому нужен Абисал Блейд Джаггер у нас Выходит Правда В скаде Появляется Аганим Для Факин Мэда Ну и Что это за Тактика Правда Вообще Непонятно Так Темплар Ассасин Нас в это время Убила Аки Но это Один удар Из Мэлда И все И больше Ничего Фате Вообще Не нужно Можно и Без Мэлда Кстати Развалить Можно идти По мидлейну Команде Альянс Пока дойдут До Т2 И до Хайграунда Игроки Альянсов Клауда Смогут Развалить Одну из сторон Хотя Здесь Т2 Тоже Лакомый Кусочек Для Команды Клауд Найн Тролль Варлорд Здесь У него Есть Ульт И Фата Вместе С Троллем Очень быстро Съедают Тавер Все Тавер Сыпется Просто Как бумажный И пошли Сразу Дефать Собственный Тавер Бон Севен Уже Здесь Ноутейл Будет ли Блэк Хол Сегодня Нет От Ноутейла Ничего Сегодня Хорошего Не жди Поймали Лоду Блэк Хол По лоде Лода Отсюда Уходит Айс Спейс Решает Вопросы Любого Блэк Хол Ноутейл Какой же Ты Невезучий Лоду Все равно Не отпускают Гонят Гонят Еще раз Гонят Поднимают Его в ветра У Мизери Телекинез Очень скоро Будет Лоду Могут Попытаться Поймать Да Телекинез Под Фату Фата Где Мелт Фата Мелт В откате Ну и что В итоге Лоду Разобрали Забирают Мейнкерри Команды Алайонс У Лоды Нет Байбека У него Зато Есть Два Алтимей Торба В таверне Они ему Сильно Не помогут Там Может быть По выходу Что-то Решат В это время Этернал Энви Подпушивает Мидлейн Т2 От команды Команды Алайонс Уже Давным Давно Развалились Поэтому Географически Должны Клоуда Задавить Своих Оппонентов Факен Мэт Будет Просто Стараться Уводить Крипов Ждет Здесь Курьера Факен Мэт Нет Курьера Он здесь Не убивает Как ни Крути Тренд Протектор Не тот Герой Который Может У нас Развалить Курьеров У Энигмы Появляется Еще и Огр Клаб Есть Бутсов Тревел Для Ноутейла Но все Что нужно От Ноутейла Это Хорошие Блэк Холлы Больше Энигма Ни для Чего Не Нужен А Ноутейл Приобретает Себе Кучу Шматья Всякого Относительно Бесполезного Да У него Есть Мека Это Полезно Для команды Клоуд Найн Но не так Полезно Как Блэк Холл В пятерых Здесь Уже Пошел Портить Все Вокруг Тренд Протектор Факен Мэт Цепляет Фату Аки Недалеко Могут Попытаться Забрать Нет Фату У нас Не забирают В итоге Иллюзия Фаты Пошла Наваливать Еще и Факен Мэт Быстрее Тэп Аут Отсюда И Аки Тоже Отсюда Убегает Боун Севен Из леса Поднимают Ветра Пайката Пайката Убежать Отсюда Никаких Вариантов Нет Все Телекинез И Нормальный Такой Рассказ От Темплар Ассасин Просто С руки Через Мелт Фата Расковырял Снайпера За долю Секунды Давят Команда Клауд Найн По Топ Лейну Блэкхол Через 50 Секунд В принципе Такие Блэкхолы Можно Не Давать У Тролль Варлорда Четыре С копейками На руках У Темплар Ассасин Появляется Бабочка Правда Еще не Принес Себе Фата Данный Артефакт Баттл Транс Произали Здесь Глиф От Команды Алайанс Баттл Транс Весь Ходит В крипов Ну и Так Нормально Бьет Команда Клауд Найн Линию Должны Успевать Сносить Врываться Чем Непонятно Лоды Есть Умни Слэш Но Здесь Слишком Много Клаудов И Крипов И Всех Вообще На Свете И У Фаты Есть Манта Стайл И Рефракшн Есть Это Просто Умни Слэш Произать Вообще В никуда И Плюс По двоим Макропиру Пока Не Кладет На Землю Здесь Никва Но Тейл Уже С Блэкхол Будет Ли Хоть Один Нормальный Блэкхол За всю Игру Но Тейл Сделай Вещь Айс Пэс По Этернал Энви Здесь Аегис Это Не Страшно Что С Темплар Почему Темплар Такая Прозрачная Убили В итоге У нас Кстати Тролля Забрали У него Аегис И Поднимается У нас После Аегиса Тролль Варлорд Под БКБ Блэкхол По Троим Наконец-то Но Тейл Дождались Но Это Моральный Ужас Для Команды Альянс Я думаю Сейчас Долго Ждали Ну Наконец-то Нултейл Разродился У нас Забирают Мидлейн Игроки Команды Клауд Найн Скорее Всего Эту Катку Они Выиграли Да Что Скорее Всего Думаю 150% Что Клауда Уже Не Отпустят Альянс Минус Один И Минус Два Еще От Мидлейна Команды Клауд Найн Ну И Альянс Покидают Данный Турнир Драться Здесь смысла Никакого Уже Нет С Мегакрипами Они Не Подерутся Да И Трон Упадет До того Как Команда Альянс Вообще Хотя Бо В лице Одного Аки Выйдет Из Таверны Гуд Гейм Вел Плейд Поздравляем Команду Клауд Найн Они Выходят В финал Лузеров И там Будут Встречаться С Коллективом Ниндзи В пижамах Сикреты Ждут Уже Поведителя Пары Нипы Против Клауд Найн В Гранд Финале Поздравляем Еще раз Команду Клауд Найн Альянс Вроде бы И в порядке А вроде бы И не очень Все Услышимся Совсем Скоро Пока что Не переключайтесь 2-3 минуты Небольшая Пауза И Врываемся На Финал Лузеров Данного Турнира Напомню Еще раз Это Ред Бул Баттл Граундс И Европейский Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует